Родители Аллы Клюки были глухонемыми, а она сама и две ее сестры родились абсолютно здоровыми. Но это не уберегло девочку от насмешек одноклассников, поводами стали необычные внешности фамилия. Однако Алла не унывала и всегда сохраняла оптимизм, что помогло ей уверенно идти к своей цели и стать актрисой. Чтобы поступить в театральный, Алла переехала из Минска в Москву. Родители всячески поддерживали дочь и верили в ее талант, но даже для них стала неожиданностью новость о том, что дочь легко сдала экзамены в Щепкинское училище и будет учиться на курсе прославленного Юрия Соломина. В начале творческого пути девушка всерьез задумывалась о смене фамилии, но все же решила оставить ее, отдав дань уважения отцу и разумно рассудив, что она выделит начинающую актрису из толпы. В кино Алла начала сниматься еще будучи студенткой, когда ее пригласили на роль в фильме «Тело». Игру Аллы Клюки назвали великолепной, а ее нестандартный типаж сразу привлек внимание именитых режиссеров. Предложения о съемках посыпались как из рога изобилия. В то время ей представился еще один прекрасный шанс проявить себя, Щепка отправила актрису и ее одногруппников на стажировку в США, где студенты получили незабываемый опыт, познакомились с совершенно иной культурой и заговорили по-английски. По иронии судьбы, вернувшись на родину, девушка встретила обаятельного американца на целых 20 лет старше себя, с которым у нее начался роман. Кенни Шефер, так звали возлюбленного Аллы, пригласил девушку на каникулы в Штаты. Там он сразу позвал ее под венец, и та, почти не раздумывая, согласилась. В первые несколько лет после свадьбы пара просто купалась в своих чувствах, у них появился сын Киба, и все были абсолютно счастливы. Последовали и карьерные успехи. Аллу пригласили вступить в гильдию американских киноактеров и сняться в двух сериалах, ставших культовыми «Закон и порядок» и «Клан Сопрано». Но и российский кинематограф она не оставила. Правда всегда отмечала, насколько в американском и отечественном кино проявляется разница менталитетов. Актеры в США ведут себя более свободно и раскованно. В 1998-м Клюка снялась в комедии «Хочу в тюрьму», а в 2011-м режиссер этого фильма Алла Сурикова позвала ее в свою новую киноленту «Идеальная пара». Актриса с радостью приняла предложение, отчасти из-за того, что ее заинтересовал сценарий, отчасти потому, что в отношениях с мужем не все было ладно. Дальше был многосерийный фильм «Евлампия Романова» по романам Дарьи Донцовой. До того, как Алла получила сценарий, она не была знакома с книгами писательницы. Однако со своей задачей вжиться в тщательно прописанный образ детектива-любительница справилась на отличное оправдало ожидания многочисленных поклонников Донцовой. Для этого вместе с режиссером ей пришлось долго разбирать персонаж, увлекшись образом «Евлампии», они не заметили, как увлеклись друг другом. Владимир Морозов вспоминает, что влюбленность в актрису вспыхнула, еще когда та проходила пробы. А вот Алла решилась ответить взаимностью лишь через какое-то время. Поняв, что готова вступить в новые отношения, она отправилась в США и рассказала обо всем мужу. Вместе с сыном актриса вернулась в Москву, а там недолго было и до свадьбы. На церемонии присутствовал бывший муж Кенни, с которым ей удалось расстаться полюбовно. В 2003-м в семье произошло пополнение, родился сын Иван. Сегодня он и брат Киба живут вместе с родителями в российской столице. Младший, как мама, мечтает стать актером. Алла Клюка сейчас не снимается в российском кино, зато в 2015 году она сыграла в американском сериале «Тайны Лауры». Фото персона Старс, Юрий Белинский, ТАСС, Илона Колесниченко, ТАСС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова